Добрый вечер, дорогие подписчики, зрители моего YouTube-канала. Сегодня мы поговорим о том, что, в принципе, редко на моем канале звучит, чем я еще занимаюсь. Это лечением людей, достаточно в тяжелых ситуациях, помощи. В данном случае к нам пришел клиент, сейчас уже друг, наверное, у которого была проблема с рождением ребенка. То есть она фактически, врачи ее приговорили к тому, что она не могла иметь детей. Мы лечились почти полтора-два года, и сейчас этот человек сейчас у нас в студии, она беременна, и она вкратце и расскажет свой путь. Сразу предупреждаю, что человек прошел тяжелый путь, ему это тяжело, и на данный момент, она уже на четвертом месяце беременности, она расскажет, как умеет, она не актер, поэтому, более того, она нервничает, тоже достаточно тяжело в кадр попасть, я очень тяжело уговаривала к тому, чтобы она снялась. Поэтому не судите строго, она просто расскажет ту историю, которая была, и расскажет нам что-то интересное, может быть, что-то для вас интересное, чем я еще занимаюсь в виде помощи людям экстрасенсорной. Здравствуй, Алена. Расскажи вкратце про себя, про свою историю, как ты ко мне попала, каков результат, довольна ли ты общением, довольна ли ты тем, что ты со мной познакомилась и общаешься, и моей помощью. Здравствуй, Георгий. Ну, моя история началась очень давно, с посещением большого количества врачей, разных эндокринологов и гинекологов, урологов. Все ставили неутешительный диагноз, что забеременеть очень маленькая вероятность. Насколько маленькая? Ну, практически никакая. Почему? Проблемы с почками, в принципе, не устоявшийся цикл, не было эволяции, и, собственно говоря, все плохо. По УЗИ тоже было плохо, ставили поликистоз, эндометриоз. Люди не понимают это вкратце, как ты объяснишь, что это такое? В общем, много гинекологических отклонений, скажем так, которые препятствуют зачастию и эволюции, собственно говоря. К тебе я попала два года назад. Лечение было долгим, но плодотворным. Начали мы с тобой с лечения почек, потому что у меня и держалась температура на протяжении двух лет, постоянно 37,2-37,3, то есть каждодневная температура, боли в спине, в почках, причем врачи не могли понять, почему, потому что анализы хорошие, то есть никаких отклонений нет, но при этом боли никуда не уходили. Ну и, соответственно, по УЗИ тоже было все не очень хорошо. Когда ты первый раз ко мне пришла, что я тебе сказал? Что возможно вылечиться, все возможно. Понятно, но что я сказал по поводу боли и по поводу почек и все остальное? Ну, что это наследственное заболевание, что надо лечить. Ну, у тебя была вера в то, что я помогу, честно? Да. То есть ты с самого начала верила в то, что я помогу? Да. Почему? Это не секрет. Ну, потому что я верю, что есть такие силы, которые могут помочь, если врачи не могут. Но ты же понимаешь, что людей таких мало найти, тяжело действительно настоящего человека. Почему ты думала, что ты обратилась именно к тому специалисту, который поможет тебе? Ну, потому что мне посоветовали знакомые, которые уже прошли с тобой определенный путь и получили положительную динамику. Рассказывай дальше. Значит, в принципе, у тебя какой процент вероятности был, что ты забеременеешь и вынесешь ребенка? Ну, плюс-минус. Врачи говорили там 5%, 1%, 10%. Какие-то... Что-то они говорили тебе об этом? Ну, они вообще отправляли на ЭКО. А ЭКО я категорически делать не хотела. И, собственно говоря, начала думать насчет альтернативных решений. Когда я тебе сказала, что я могу помочь, у тебя была вера в то, что я могу помочь? Да. Понятно. Как проходило лечение? Это было сложно для тебя? Необычно? Это было сложно, необычно, но, как говорится, требуют жертв. Ну, расскажи вкратце про лечение, что с тобой происходило. Вообще, расскажи про наше с тобой лечение, сколько оно продолжалось? Ну, лечение продолжалось, оно до сих пор продолжается, потому что ты ведешь сейчас уже меня беременную. Но я к тебе приходила периодически, когда-то чаще, когда-то подольше ты меня отпускал, так сказать, в плавание. Ну, после сеансов становилось легче. То есть ты видела положительную динамику? Да. А врачебно ты наблюдала положительную динамику? Да. Результаты анализов стали резко лучше, и врачи никак не могли понять, почему. Понятно. Значит, температура у тебя пропала, которая приходит постоянно? Да, проблем с почками сейчас нет. То есть боли в спине нету. Так, расскажи поподробнее наше взаимодействие, и насколько тяжело было то, что тебя жгли, мучили, стязали. Ну, меня не прям жгли. То ты сейчас напугаешь всех, своих будущих клиентов. Ну, делал некоторые манипуляции с иголками, колол раскалёнными иголками по определённым точкам, как я понимаю. Ну, конечно, это болезненно, но всё можно потерпеть ради цели. Понятно. Ну, ты довольна тем, что ты обратилась ко мне? Ну, конечно. Ты удивилась, когда ты узнала, что ты беременна? Да, удивилась. Ну, у нас был путь беременности, который основательный, который уже будет. Расскажи поподробнее. Ну, была ещё и первая беременность, которая, к сожалению, закончилась никак, но ты предупреждал, что организм ещё как бы не готов, но ему нужно, как говорится, разразиться, попробовать на вкус, как это может быть, а на второй раз точно всё получится. Вот, ну... Так и произошло? Да. Ну, на всё нужно время. Сколько времени у нас заняло лечение до первых результатов? До первых результатов? Ну, где-то полтора года. Ну, ты верила, приходила в то время, когда ты делала то, что тебе говорили? Или иногда всё-таки нарушала? Ну, честно. Я старалась. Ну, нарушала иногда. Ну, любой человек не идеальный. Так. Поэтому иногда бывает. Ну, что ты посоветуешь в будущем клиентам? Стоит слушаться или можно нарушать? Нет, конечно, надо слушаться. Да? Конечно, надо слушаться, да. Ну, какой опыт ты из этого вынесла? Что невозможное возможно. Так. Надо только очень захотеть и найти правильного человека, который тебе поможет. А просто найти правильного человека? Ну, что значит просто найти? Ну, то есть... Его не просто найти. То есть каждому позвонил, он тебе взял и вылетел? Нет. Ну, вот расскажи поподробнее. У тебя же был путь до меня? Ну, найти того человека, который тебе действительно поможет. Так. То есть это возможно найти знакомых, у которых были какие-то трудные ситуации в жизни, которым помогли. Вот. Ну, либо попробовать. Но тут есть, конечно, риск. Угу. Угу. Они не слушают, что им говорят. Объясни, как... Ну, свой опыт, как... Ну, как найти того человека? Ну, плюс-минус, да? И понять, что это шарлатан, когда вы пришли к шарлатану. Ну, во-первых, человек, который действительно может тебе помочь, он не скажет, что это всё будет как по волшебной палочке, там, ты от меня выйдешь, и всё, одного сеанса достаточно. Если это лечение, и, как правило, мы обращаемся, когда уже проблема запущена. Когда уже пипец идет. Ну, как бы, да. Ну, это, в принципе, все люди такие. Угу. Они бегут к врачам, когда уже совсем всё плохо. Угу. Вот. И, соответственно, если ты запустил свою проблему, не решал её долгое время, годами, конечно, там тебе никто не поможет за мгновение ока. То есть, это неправда. Угу. Даже врач, если даже он тебе делает операцию, всё равно там есть как период реабилитации. То есть, тоже как бы не мгновенно всё происходит. Тут то же самое. Понятное дело, что это долгая работа. То есть, прежде всего, когда человек тебе говорит, что вот всё, завтра я тебя вылечу. Это неправда. А через месяц ты будешь вообще всё здоровы. Да, это неправда. То есть, это невозможно. Это невозможно. Да. Хорошо. В принципе, какой опыт ты от этого получила? Что тебе, поменяла ли от тебя работа со мной? Кроме этого, что-то привнёс я в твою жизнь интересного? Ну, стало позитивнее. Угу. Верить в чудо. Угу. Вот. Угу. Не знаю, стало легче. Угу. Не, ну, когда ты сам становишься здоровым, конечно, там тебе кажется, что море по плечу, и можешь горы свернуть. Угу. Конечно, всё меняется в твоей жизни. Когда первый раз тебе сказали про твой диагноз, что ты навряд ли будешь иметь сама детей? Ну, наверное, возраст 17-18, наверное. Для тебя это был шок? Ну, в 17-18, наверное, как бы, как любая здравомыслящая девушка, как бы, ещё не особо задумываешься об этом. Как ты думаешь о другом, о карьере, об образовании, о каких-то других вещах. Ну, конечно, всё равно ты задумываешься о том, что, как бы, будущее не за горами, да, и, то есть, как бы, в любом случае рядом с тобой будет мужчина, который захочет ребёнка. Ну, и ты сама, соответственно, тоже захочешь. Угу. Вот. И, конечно, есть над чем задуматься. Ну, то есть, ты боялась равно момента, когда мужчина твой захочет ребёнка или ты захочешь ребёнка? После того, как тебе сказали о том, что ты навряд ли можешь. Ну, скажем так, перед своим мужчинами я всегда была честна и всегда сразу говорила о том, что вероятность иметь детей будет очень маленькая. Угу. То есть, как бы, сразу, чтобы не было никаких иллюзий. Недопониманий. Да, недопониманий. Как бы, я из тех людей, кто решает договоры. договариваться на берегу. Угу. Молодец. Вот. Поэтому я была даже со своим мужем, будущим мужем тогда ещё, была честна и сказала сразу, что, как бы, если ты хочешь детей, то это очень маленькая вероятность. Понятно. И как он отреагировал? Ну, он понял. Угу. С пониманием и, как бы, сказал, что, ну, То есть, он проходил этот путь? Да, ну, конечно, он проходил этот путь с собой. Помогал тебе? Полностью, да. И принимал то, что ты пользуешься нетрадиционными методами какими-то. Не пытался тебя от этого отгородить и говорить, что это чушь, не занимайся этим. Нет, муж меня всегда поддерживает. Ну, это классно, когда у вас такая дружная пара, что у вас всё хорошо в этом плане. Хорошо. Что ты ещё можешь рассказать обо мне, как о человеке, а как о специалисте и как, в общем, да, я не очень обычный для многих людей. Я смотрю, ты улыбаешься, ты понимаешь, о чём я говорю. Вот. Я ненормальный? Я сумасшедший? Нет. Хотя, может быть, немножко, но в хорошем смысле этого слова. Потому что я считаю, что талантливые люди, они все немножко со своей изюминкой, скажем так. Так. Вот. Ну, ты позитивный. Угу. Ты всегда меня пытаешься рассмешить, хотя я всегда очень серьёзный. Вот. Ну, любишь поругать. Угу. Ну, это за дело. Угу. Вот. Ну, а так, не знаю, хороший, позитивный человек. Угу. Ну, то есть, все мои сумасшествия, это нормально, как бы ты считаешь. Ну, как бы, скажем так, нам пришлось очень много времени провести вместе, так как работа, к сожалению, по час, по полтора, по три мы проводили в офисе. Ну, ты видела все стороны жизни. К сожалению, так получается, что никуда это не денешь. То есть, мои небольшие отклонения, это нормально для тебя считается? Ну, я считаю, что это совершенно нормально, потому что, так сказать, ты и занимаешься нетрадиционными вещами, собственно говоря, поэтому ты не должен быть как обычный среднестатистический человек. Угу. Наши с тобой работы, и что ты хочешь сказать людям? Что не надо ждать, когда тебя клюнет петух. Да. Угу. Вот. Надо бежать, решать проблему сразу. Угу. А вот, если врачи тебе не могут помочь, угу. Значит, надо обращаться к тебе. Понятно. А был опыт до этого посещения? Помогали ли тебе чем-то до меня? Ну, расскажи честно, как было. Ну, один раз был опыт. Много... Ну, наверное, лет семь назад. Так. Был опыт, снимали порчу. Так. Угу. Вот. Тебе повезло там с чайком? Да, мне сняли. Угу. Ты тоже через знакомых обратилась? Да, через знакомых. Тебе как все время везет? Большинство, просто большинство клиентов обычно очень долго не везет. Это ко мне бывает, приходит после 20-30 человек, там, это какого, и обещание, что уже все должно было быть или произойти, поэтому тебе прям повезло в жизни. Ну, можно так сказать, что и повезло, но и мне все равно кажется, что, ну, даже не то, что кажется, это мое мнение сугубо, что если человек ставит определенный правильный запрос, то ему и вселенная посылает тех людей. То есть, если человек как бы вот такой вот сам, не знает, чего он хочет, к нему и приходят такие люди. А когда ты четко знаешь, что вот мне надо решить проблему, я знаю, что вот кто-то мне поможет. И вот, кстати сказать, тот человек, который мне снимал порчу, он тоже ее снял не за один раз. То есть, это тоже была работа, да. Но там тоже был запущенный момент, да, я как бы чувствовала, что у меня порча, но я сомневалась все как-то вот. Но потом обратилась, да, действительно сказали, что порча. Так. Вот. И поэтому, так как она на мне была достаточно много, почти 10 лет, ее как бы снимали тоже долго. Ну, почти полгода ее снимали. Понятно. Ну, нормально. Почему этот профессионал не смог тебе помочь и вылечить тебя? Почему пришлось ко мне обращаться? А, честно говоря, я к нему не обращалась. Почему? Ну, мне кажется, в этом плане, наверное, более слабый. То есть, он не может. Ну, мне показалось, да, что, наверное, не вытянет. Понял. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, в итоге, ты счастлива сейчас? Да. Ты довольна обращением ко мне? Да. Что ты можешь сказать обо мне, как о человеке и человек, который делает работу, и как о человеке, и как о профессионале своего дела? Ну, ты серьезно подходишь к вопросу. Так. Ну, если ты начинаешь, то ты доводишь до результата. так что, ну, требовательный, ну, это так и должно быть, что если ты даешь какие-то рекомендации, то есть, их нужно соблюдать, чтобы был результат. Если человек не будет их соблюдать, то, конечно, уже претензии будут не к тебе, а к самому человеку тогда, потому что, если ему говорят делать одно, а он этого не делает, то, конечно, результата либо не будет, либо он будет очень долгий, либо будет очень маленький. Ну, Ну, то есть, ты когда косячила, ты понимала? Давай не будем о моих косяках. Я исправляюсь. Хорошо. Просто вопрос не о том, а о том, что, как бы, у всех есть право на ошибку, но если человек делает, понимаешь, а если не делает, как бы, просто все, все возлагает на меня и не делает вообще ничего, и не пытается себя. Нет, я же не говорю, нет, я же сказала, что если ты даешь рекомендации, то их необходим, их выполнять. То есть, как бы, все равно волшебной палочки, как бы, ее такой вот прям не существует. Правильно. Хорошо. Ну, хорошо, давай подведем небольшие итоги. На каком примерно ты месяце, какие показания врачей, плюс-минус, и что ты можешь сказать обо мне просто как о человеке? Уже просто как о человеке? Ну, сейчас я на четвертом месяце. Вот. Ну, пока беременность протекает спокойно. Вот. По УЗИ все хорошо. Ну, по анализам тоже. Вот. Ну, врачи наблюдают. каких-то... Врачи удивились первый раз, когда это произошло? Ну, наверное, уже не так сильно, потому что увидели, как резко поменялись анализы. Вот. Но, конечно, они, так сказать, удивились. Ну, а ты им сказала, как так получилось? Они спрашивали? Честно? Нет, они не спрашивали. Не спрашивали, да? Не спрашивали. Ну, я бы им все равно не сказала. Нет, потому что, как бы, не все это могут... Понять и принять. Понять, да, и принять. Я сейчас тебя удивлю. Ко мне врачи отправляют, это как у иногда больных. Ну, это знающие врачи. Да. Но не все же есть. Есть врачи, которые... Да, против этого, да. Которые это не принимают и, как бы, всегда за традиционную медицину. Вот, но... Я не имею ничего против традиционной медицины, если она может помочь. Ну, да. Да, к сожалению. Но она не всегда может помочь. Да, далеко не всегда она может помочь. Она идет периодически в разрез от того, чего я делаю. Вот. Хорошо, как человек? Я тебе... Ты мне так и не ответила на вопрос, потому что мы, как бы, такой большой промежуток времени нам уже пришлось родниться, считай, так как его... Ну, да, почти семья. Почти семья, да. Ну, как хороший человек, позитивный. Вот. Не знаю, веселый. Всегда меня веселишь. Вот. С тобой комфортно. Не всегда легко, но как бы... А с кем легко? Ну, не знаю, ну, как же есть люди комфортные и легкие. Но они обычно ничего не делают? Ну, легкие, комфортные, они не всегда искренние. Да? Ну, как правило, да. Они подстраиваются под ситуацию и, как правило, лицемерят. но это уже о другом истории. Вот. Поэтому... А я искренне, как ты считаешь? Да. Приятно, спасибо. Но ты тоже заноза счета. Ты еще заноза тая, но веселая. Я очень рад, что у тебя ребенок. Я надеюсь, что у тебя будет еще ребенок. Будет весело. Ну, если ты постараешься. Мы поработаем. Чтобы зрители поняли, я не собираюсь. Муж будет стараться, как бы, я в другом плане буду стараться. Я думаю, они все прекрасно понимают, что... Да, да, да. Вот. Нет, ну, вдруг некоторые решили, что мы будем еще как-то стараться. Вот. Сзади сидит муж, как бы, нервничает уже, поэтому мне пришлось опровержение записать. Вот. Так что, вот так вот. Хорошо. Это все, что ты хотела сказать людям? Или есть еще какие-то от себя чисто, без вопросов? Ну, наверное, что если какая-то наступает трудная ситуация, не ждать, а обращаться к Георгию. Стоит верить в чудо? Нет. Ну, когда ты идешь к человеку, и ты хочешь, чтобы он решил твою проблему, без веры ничего не получится. Ну, частично ты права, потому что без веры человек будет не соблюдать то, что я говорю. Скорее всего. Ну, всегда вот ты то, что делаешь, ты должен всегда в это верить. Потому что, если ты в это не веришь, зачем ты идешь? Ну, да. Ну, некоторые идут, как последний шанс. Часто у нас бывают люди, которые... Ну, надо верить в свой последний шанс. Правильно. Хорошо. Что еще какие на пути? Не знаю, быть позитивнее. Угу. Ну, больше даже не знаю, что сказать. Ты устал уже? Устал уже? Да нет, нормально. Нормально? Вот. Ну, мы поздравим еще людей с наступающими праздниками. Да, с наступающим Новым Годом. Угу. Счастья вам. Счастья, добра, хорошего настроения. Хорошего брака, детей. Да. Ну, и быть здоровыми. Да. Остался всего месяц, почти до Нового Года. Надеюсь, Новый Год будет хорошим. У всех будет прекрасное настроение. Будут дети, веселая семья, интересная. Ну, и самое главное, будьте друг к другу ближе. Чувствуйте своего партнера, живите любовью. Всего хорошего. До свидания. До свидания.